Эти кадры мы снимали неделю назад. Краснокнижная птица погибла из-за яда, который нанесли на голубей. Спасти пытались, но не смогли. На экспертизу погибшего сокола пока не отдали. Врач-ветеринар занят спасением очередного представителя исчезающего вида. Эту трехлетку нашли в центре Бийска. Летать не могла. Волонтеры доставили в Барнаул. Да, она очень агрессивная. Агрессия вызвана отравлением. Птицу лечат, но вылечат ли? Артем Кочер уверяет, виноваты заводчики голубей. Истребляют хищников, чтобы не трогали их, коллекционных. Рецепт смертельной смеси можно легко найти в интернете. О, на лапку встал. Да ты моя хорошая. Ты красавица. Замечательно. Стоит на лапе, это уже хорошо. Вчера-то она вообще прям болталась у нее. Этот ястреб-теревятник тоже жертва. Правда, капкана. Еще один способ борьбы людей с хищниками. Привезли на лечение из Горного Алтая. Сейчас прооперирован, принимает таблетки. Это не краснокнижник, но тоже всегда под угрозой. Правда, ответственность за гибель такой птицы не предусмотрена. За краснокнижное – уголовное. Но наказывать некого. Никто не занимается просто-напросто. Мы хотим добиться все-таки, чтобы и проверяли, и наказывали. Но это только подворный обход. Обход голубятин. Смотреть наличие вот этих вот мазаных голубей ядами. Смотреть, имеются ли ловушки какие-то, приспособления рядом с голубятнями. Вот только кто бы мог этим заняться – полиция или природнадзор? Ответа на вопрос у Артема нет. Запретительные меры ничего не дадут. Обозлить голубеводов еще больше. Я боюсь, что будет еще больше вред нанесен, потому что будут делать потихоньку, скажем так, мстить за свои вот эти ошибки. Многие не понимают того, что травя, они не перетравят их. Потому что идет миграция. Вот они сегодня одного травят, завтра прилетит другой. Послезавтра этого нельзя делать. А птицы в Красную книгу ведь не просто так попадают. Они попадают туда после тщательного изучения численности. Так вот, чтобы поняли и осознали, голубевод с большим стажем Игорем Марийским предлагает проводить семинары для своих коллег. Объяснять им, как минимизировать потери коллекционных красавцев голубей и сберечь от гибели хищников. С датой первого собрания почти определились, а вот дату выздоровления обеих покалеченных птиц Артем Кочер точно назвать не может. Если все будет хорошо, сапсану на выздоровление потребуется две недели, ястребу – месяц. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин, Николай Шелко. День с толком.